Усилить конкуренцию Класс хоккеистов ЦСКА, до автоматизма доведенная тренерами система игры и собранность каждого спортсмена команды, именно эти факторы позволили красно-синим быть очень убедительными на протяжении всего сезона. Они на голову превосходили большинство оппонентов. В результате коллектив не просто спустя 30 лет вернул себе статус лучшей команды чемпионата, но и стал первым в КХЛ, кто в один год выиграл и регулярную часть, и плей-офф. Полагаю, мало кто сомнится в том, что армейцы заслужили эти титулы. Авангард на протяжении всего сезона хорошо играл, был в лидерах. Поэтому мы не ожидали такого финала, какой у них получился с ЦСКА. Я говорю о подавляющем преимуществе армейцев по счету в серии. При этом если разбирать каждый из четырех матчей отдельно, то внешне превосходство красно-синих не бросалось в глаза. За исключением проигранной Авангардом со счетом 2 к 5 первой встречи. Во втором и третьем матчах до середины третьего периода команда держала счет 0-0. Создавала моменты, но отлично действовал вратарь ЦСКА Илья Сорокин. А в четвертом матче о мяче и вовсе вели 2-0, но упустили победу в основное время, а в овертайме соперник их дожал 3 к 2. Я не могу сказать, что Авангард сильно уступал по игре, но ЦСКА оказался мощнее, это решило исход серии. Команда Баба Хартли не выглядела обреченной и на отдельных отрезках переигрывала соперника, но подопечные Игоря Никитина по классу хоккеистов, организации игры и концентрации в каждом эпизоде оказались слишком хороши. Команда ЦСКА играет с полной отдачей и собранностью. Поэтому внешне кажется, что стиль хоккея у Никитина несколько прямолинейный и больше заточенный на оборону. Некоторые эксперты утверждают, что победа такой манеры игры – не очень хороший знак для КХЛ. Другие команды и тренеры начнут подражать это внешне скучной системе и перестанут играть в классический советский комбинационный хоккей. Но я считаю, что, если ЦСКА не стал бы играть так, как играл в этом сезоне, то этот стиль взял бы на вооружение кто-то другой. И победил бы. Тем более, я не могу сказать, что в прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата и плей-офф Никитин и его штаб так уж связывали руки своим креативным нападающим вроде Капризова, Григоренко и других лидеров. Поэтому и по части атакующей игры команда нередко демонстрировала интересный хоккей, гораздо более творческий, чем в прошлом сезоне, когда клуб сильно обновил состав и игроки только привыкали друг к другу. Гораздо интереснее то, насколько доминирующей силой становится ЦСКА в нашем хоккее. Понятно, что как минимум в следующем сезоне клуб будет бороться за Кубок Гагарина. Большая часть состава на контрактах и останется в команде. А вот кто им составит конкуренцию. Как обычно, есть надежда на ЦСКА и Акбарс, но неизвестно, успеют ли они за год полностью перестроиться после того, как питерцев покинули ключевые игроки, а казанцы сменили главного тренера. Причем такую глыбу, как Зинетул Абелеледдинов, который долгие годы работал в Татарстане. Прошедший сезон подарил надежду на появление двух новых сил – авангарда и автомобилиста. Есть надежда как на их дальнейший рост, так и на полноценное возвращение московского «Динамо» в число претендентов на Кубок Гагарина. Надеюсь, после некоторых неудач снова заявит о себе «Металлург», а «Спартак» сможет стабильно добиваться результата и давать бой лидерам не только в отдельных матчах, как было в минувшем плей-офф против СКА. Также интересно, продолжится ли в Ярославском локомотиве систематическое введение в состав молодежи из его академии, и смогут ли железнодорожники довести своих парней до такой формы, когда они реально станут бороться за трофеи. Не меньше внимания будет и к силоватую лайву, где молодому и талантливому наставнику Николаю Цулыгину предстоит отстаивать свои нынешние достижения. Его назначение год назад вызывало вопросы из-за отсутствия тренерского опыта. В ходе регулярного чемпионата результаты уфимцев были неважны, но команда преобразилась к плей-офф. Да, в значительной степени выход саловатую лайву в финал Восточной конференции произошел благодаря феноменальной игре вратаря Юхими Цулы. Но нельзя забывать и о тренере. Цулыгин сумел достучаться до легионеров и выжать из них максимум, а также заново раскрыл несколько россиян вроде Бордасова, Качева и Кадейкина. Не случайно все трое получили вызов в сборную. В следующем сезоне мы получим ответы на множество вопросов. Как перестроятся лидеры? Сможет ли новое руководство московского «Динамо» сразу улучшить ситуацию? Как сработает Олег Знарок во главе «Спартака»? И превратятся ли «Трактор» с «Адмиралом» в серьезные боевые единицы? Хочется надеяться, что конкуренция в КХЛ значительно усилится. Автор – многолетний защитник и капитан московского «Динамо» и сборной СССР. Трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.